До самого долгожданного праздника весны 8 марта осталось всего два дня и многие ломают голову над тем, чем же удивить своих любимых женщин. Как сильный пол подходит к выбору подарка, что следует дарить, а от каких сюрпризов лучше отказаться вовсе, подсказала мужчинам Юлия Важенина. Знаете ли вы хотя бы одну женщину, которая не любит цветы? Лично я считаю, получить такой подарок приятно каждой девушке. А вот чего совершенно точно дарить не стоит. Шоколадные весы, сковородка в форме сердца и романтическое путешествие в ленту, думаю, девушка вряд ли оценит. Национальная телевидение «Чувашия» решила помочь мужчинам республики и составила рейтинг самых неприятных подарков для дам сердца. На первом месте нашего рейтинга – парфюмерия. Полагаться лишь на ваши ощущения и делать выбор вслепую не стоит, за исключением проверенных марок. Сразу отметите прочь мысли о таких предметах, как полотенца, носовые платки, колготки и тапочки. Большинство этих подарков просто не принято дарить. Чудо-набор витаминов в комплексе со средствами от целлюлита и кремов от морщин – безумный вариант подарка. От такого презента женщина придет в ужас. Это же относится и к декоративной косметике, разбирается в которой далеко не всякий мужчина. Вы же наверняка не хотите видеть возлюбленную в боевом раскрасе какого-нибудь воинственного племени. Что еще девушки бы не хотели получить в качестве подарка? С этим вопросом мы обратились к прекрасной половине столицы Чувашии. Самый неприятный, наверное, подарок на 8 марта – это, скорее всего, невнимание от любимого мужчины. Плохое настроение. Что-нибудь, наверное, все-таки на кухне. Да. Но это наименее оригинальное из того, что может мужчина вообще подарить. Цветы – это что-то эстетичное, не знаю, бесполезное, наверное. Я не знаю, я так считаю лично. Мне было бы приятнее, если бы отвели время, ну и наедине были бы. Просто целый день наедине с любимым человеком. Самый худший – полная куча посуды и грязного белья. Я думаю. А все остальное – подарок, он и есть подарок. Он не может быть худшим, лучшим. Это же от всей души. Наверное, если забудут, поздравить дезодорант. Почему? Ну не знаю. Как-то это банально. Невнимание родных и близких. Мужчинам этот праздник без сомнения прибавил забот. Что же все-таки подарить на 8 марта? Косметику можно подарить. Всем должно понравиться. Какой самый лучший подарок для девушки на 8 марта? Внимание. Внимание. Все. Какой самый лучший подарок на 8 марта для вас? Тюльпаны. Изумруд. Да, точно. Вы только что видели изумруд. Тюльпан пойдет. Класс. А тебе? Часы, наверное. Я думаю, самое главное – внимание на самом деле. А подарок – это все индивидуально. Искренная любовь. Настоящая мужская. Традиционно цветы. А как вы считаете? Я люблю цветы. Наверное, что-то типа лучший мой подарочек – это я. Я уже подарок сделал на работе. У меня, значит, я купил им очень сладкие конфеты. Они очень обрадовались. Цветы-то завянут, завтра выбросят. А конфеты все-таки же это материальное что-то. Бесспорно любить, ценить женщин, говорить им комплименты, окружать заботы и дарить подарки нужно постоянно, а не раз в году. Но в ожидании международного женского дня каждая девушка ждет особых поздравлений. Выбирайте с душой, и тогда любой подарок непременно обрадует любимую женщину. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.